Инструмент с комарохов, как называли домру в 16-17 веке. Она была обязательным атрибутом любого развлечения на Руси в средние века. Сегодня же этот музыкальный инструмент – перспективное творческое направление, в основе которого истинно русские корни. С визитом в Десногорск приехала ведущая домристка России Екатерина Мочалова. Детям из музыкальной школы имени Глинки удалось из первых уст узнать о секретах владения инструментом. Как это часто бывает, качественная и красивая игра зависит от множества деталей. Где-то нужно помочь плечом, где-то пластичнее работать кистью, а где-то посильнее нажимать пальцами. А вот сюда, здесь у тебя встает четвертый пальчик. Ну, а покрепче, смотри, какой у тебя крепкий пальчик, а? Ну-ка, давай-ка его дожмем. Давай. Еще, 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 еще. Смоленщина, как кладезь истинно русской культуры и традиций, особенно богата юными музыкальными талантами. Все больше детей отдает предпочтение классическим, казалось забытым, музыкальным инструментам. Замечательное поколение, молодое поколение, совсем еще юное, растет исполнителей на народных инструментах сейчас у нас в стране, и в частности здесь, в Смоленске, в Смоленской области, в Десногорске. И вот такие встречи – это счастье и для них, для ребят, и для нас. Благодаря подобным мастер-классам интерес к Домре растет год от года. Уже сейчас исполнительство игры на ней достигло небывалых высот. По этой причине многие справедливо считают Домру одним из инструментов 21 века. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ